Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги Иова на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 22 главу. Отвечал Елифас, феминитянин. И сказал, разве может человек доставлять пользу Богу? Разумный доставляет пользу себе самому. Что за удовольствие вседержителю, что ты праведен? И будет ли ему выгода от того, что ты содержишь пути твои и в непорочности? Неужели он, боясь тебя, вступит с тобою в состязание, пойдет судиться с тобою? Верно, злоба твоя велика, и беззаконием твоим нет конца. Верно, ты брал залоги братьев твоих, и ни за что из полуногих снимал одежду. Утомленному жаждую не подавал воды напиться, и голодному отказывал в хлебе. А человеку сильному ты давал землю, и сыновитый селился на ней. Вдов ты отсылал ни с чем, и сирот оставлял с пустыми руками. Зато вокруг тебя петли, и возмутил тебя неожиданный ужас. Мы видим, что в словах Елефаза, которые отвечает Ио, в общем-то, есть, если читать и всю главу, в том, что он говорит, есть много правды. Что действительно вседержитель не нуждается в нашей праведности, действительно нельзя повлиять никак на Бога, и нельзя как-то изменить его по его сущности. И здесь в его словах есть доля правды, но опять снова и снова повторим, что они никак не относятся по отношению к Иову. Вот что по этому поводу пишет, да, например, тот же Сидите Григорий Великий. Он говорит, что обвинение Иова по причине омертвевшего сердца он перешел к словам праздным, то есть Елефаз. А от праздных слов через грех и лжи воспламеняются оскорблениями. Таковы превратности восстающего греха, что язык его, если его не сдерживать, не ляжет плоско там, куда он упал, но постоянно поднимается к худшему. В Священном Писании залогом именуются иногда дары Святого Духа, а иногда им обозначается исповедание греха. Залог воспринимается как дар Святого Духа, когда апостол Павел говорит, дал залог Духа в сердца наши. 2 Коринфянам 11, 22. Для того мы принимаем залог, чтобы иметь уверенность в обетовании, которое нам дается. Итак, дар Святого Духа именуется залогом, потому что через него душа наша укрепляется в уверенности внутренней надежды. 2 Коринфянам 11, 22. И что в этих словах, в общем-то, есть правда, есть наставления, но снова они не принадлежат и не относятся к Иову, потому что Иов ничего этого не делал. Дальше продолжает по этому поводу рассуждать святитель Григорий и наставляет нас, когда он пишет, что когда кто-то из братьев наших, как выяснилось, согрешил против нас, он становится нам должником. Грехи мы называем долгами. Потому и говорится слуге, который согрешил, прощается тебе долг твой. И в Господней молитве мы всякий день просим, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы принимаем залог от нашего должника, когда из уст того, кто, как выясняется, согрешил против нас. Мы слышим признание греха, при том, что нас просят простить грех, совершенный против нас. Ибо всякий, кто признает грех, который совершен, прося прощения, словно бы дает залог за свой долг. Этот залог нам повелевается возвратить до захода солнца. Потому что прежде, чем в нас болью сердца сядет солнце, праведности, мы должны возвратить признание, прощение тому, от кого имеем осознание вины, дабы помнящий о том, что согрешил против нас, знал, что мы простили ему то, что он сделал против нас. Конец стата. Мы видим, что Григорий Богослов говорит о том, что необходимо прощать. Вот этот залог, о котором здесь говорится, это состояние прощения, состояние милосердия. Но это, говорит, невозможно. И пишет здесь солнце праведности, у него стоят с большой буквы. Это невозможно. Невозможно человеку простить до тех пор, пока в нашем сердце не высияет Господь солнце правды. А как он может высиять в нашем сердце? Понятно, что делал залог, дал залог, взял залог, простил, только через прощение. А что такое прощение? Как оно достигается? Только через покаяние. То есть покаяние — это такое состояние, когда мы даем возможность действовать Богу в нашей жизни. И тогда проявляются все добродетели. И прощение, и милосердие, и сострадание. То последнее сострадание, чего не хватало друзьям Иова. И здесь, в 22 главе, 12-14 стих, есть такие слова. «Не превыши ли небес Бог, посмотри вверх на звезды, как они высоко, и ты говоришь, что знает Бог, может ли он судить сквозь мрак, облака завеса его, так что он не видит, а ходит только по небесному кругу». Мы видим, что Елефас, на самом деле, если посмотреть слова Иова, в них нет ничего такого, в чем обвиняет его сейчас Елефас. Никогда Иов не говорил, что Бог чего-то, что-то он не замечает или не видит. Он это стенал, и если было в его речи, говорил, Господи, вот я в грехах, и ты не видишь, сколько болезней на меня. Только лишь из-за того, были эти слова Иова, что он как бы искал сострадание у своих друзей. И как бы говорил о их представлении. Но сам Иов, который восклицает, так я знаю, что искупитель мой жив, и в последний день он установит душу мою, конечно же, мне так не думал. Вот, например, Ремпидор Александрийский пишет. Елефас, цитата, «обвиняет Иова в великом нечестии и безумии, ибо говорит, ты совершал беззаконие, будто Бог не знает дела земные, но судит, словно во мраке». То есть, творя суд, он, Бог, не видит происходящее на земле. Ибо ты говорил, продолжает он, что, будучи невидимым и отделяя себя стеной из облаков от наших дел, он, Бог, ходит только по небесному кругу и не удоставит промыслоземные дела. Так думали и некоторые из внешних философов, утвердавшие, что Бог не промышляет о мире. О подлунном мире, как он здесь выражается, конец цитаты. То есть, действительно, такое представление о Боге есть, но его не было в Иове. Это представление называется таким философским словом, как деизм. Очень многие люди сегодня подвержены такому взгляду на Бога. Они считают, даже те люди, которые признают, что, в общем-то, Бог есть. Есть совсем безбожники, а есть те, которые признают о том, что Бог есть, это философия деизма. Они говорят о том, что Бог есть, но он где-то там далеко. Он трансцендентен. Вот он завел этот часовой механизм, создал нашу с вами жизнь, все движется, вращается. Но Бог отстранен от мира. Такое представление иногда можно встретить даже среди верующих людей, которые называют себя православными. Они считают... И это выражается в чем? Это выражается в том, что человек старается формально исполнить дельные предписания закону Божьей. В это состояние некогда впали фарисеи. У них было такое представление, что Бог где-то там, а мы здесь как-то сами, своими делами и своей праведностью постараемся без Бога стяжать всю благодать. Вот это можно поздравить таких людей и сказать, поздравляем вас, вы попали в школу деистов. То есть православие ничего общего это не имеет. Бог везде сущ, всемогущ, всезнающий и всеведущий. Он проникает, как говорит псалмопевец Давид в книге Псалтирь, до преисподней. Куда, говорит, сойду Господи, в преисподней, и там ты поднимусь выше небес, и там ты. Бог везде, вездесущий и всезнающий. Поэтому такое представление будет ложным, философским, ничего общего, не имеющим с православным пониманием мира, человека и Бога. Потому как апостол даже в другом месте, апостол Павел предупреждает и говорит, смотрите, как опасно ходите, и смотрите, чтобы кто не увлек вас по философии мира сего, а не по Христу. И далее 15-20 стих. Неужели ты держишься пути древних, по которым шли люди беззаконные, а не говорили Богу, отойди от нас, и что делает, и что сделает им вседержитель, а он наполнит домы их добром, но совет нечестивых, будь далек от меня, видели праведники и радовались, и непорочный, насмехался им, враг наш истреблен, а оставшиеся после них пожрал огонь. То есть слепота Елефаза, она означает то, что эти слова, означают то, что ты повторяешь дела предшественников, как бы он говорит Иову, отсылает к ханаитам, жившим во времена потопа, садамитам и так далее. Их он и называет путем древних. То есть он как бы говорит о том, что неужели ты не видел, как погибла допотопная цивилизация, неужели ты подражаешь этим древним, те, которые отвергали Бога. Обвинения, ну, совершенно далекие от Иовика, садамия, какая садамия, у него семья, у него дети. То есть человек иногда в помраченном, в помрачении своего ума, который ищет в недостатке в другом человеке, действительно в его глазе вырастает бревно, которое затмевает видение своих грехов. Эти слова из Нагорной проповеди спаситель. Что ты смотришь на сучок в глазе братства твоего, а бревна не видишь? Вот что происходит сейчас с Елефазом. Он не видит себя, он только старается, чтобы найти такого в Иове. И доходит уже до безумия, что чуть ли не в садами его обвиняют. И далее мы видим, что действительно, как я уже и сказал, что некоторые суждения Елефаза и верны. И мы говорили с вами, снова повторю, что, в общем-то, заблуждение, оно не бывает абсолютным, потому как дьявол, он не абсолют. Заблуждение, оно всегда, то есть ересь, она всегда с примесью правды. К тому, как нет бытия и нет своей фантазии у дьявола по отношению к Богу. Как сказано, дьявол берет повод от заповедей и извращает ее. Берет повод, то есть он берет часть истины и начинает ее вковеркать в своей интерпретации. Поэтому некоторые суждения Елефаза, конечно же, верны. Вот 21-25 стих. Сблизься же с ним, то есть с Богом, говорит он Иову. В этом совете нет ничего плохого, это правильно. И будешь спокоен, это правильно. И Христос говорит, придите ко мне, струждающийся и обремененно, и я успокою вас. Через это придет к тебе добро, действительно так, и будет содержительным твоим золотом и блестящим серебром у тебя. Ну, нельзя ничего сказать, что эти его суждения здесь правильны. Вот, например, есть истолкование одного из древних экзегетов. Он пишет, цитата, Мне кажется, говоря об изречении, он хочет сказать следующее. Исповедуй твои грехи, прими из уст Божьих помощь после твоей исподи и восприми слова его в сердце твое. Такие слова говорил Елефаз, увещевая по его мысли Иова. Елефаз произносит здесь здравое учение. Он думает, что Иов страдает за грехи, но знает, что всякий человек, страдая за грехи, очищается перенесением самого страдания. Очищаешь, как золото в горниле, как сказано в книге «При мудрости Соломона», 3 глава 6 стих, «И став чистым, он делается испытанным, отложив все чуждое». Итак, он говорит, и если ты перенесешь случившееся с тобою, сотворит тебя чистым Бог, как очищенное огнем серебро. Конец цитаты. Вот такая глава с таким содержанием. Спаси Христос.